Если вы обращаются к теме языка, если обращаются к таким законным проязыковые квоты, запрет соцсетей, война с Юлией Тимошенко, это все верные признаки того, что началась подготовка к выборам. Я не могу назвать календарную дату, и несколько месяцев назад я говорил о том, что политический кризис никуда не ушел. И в любой момент он может напомнить о себе. Это означает то, что хотя выборы все отлицают, с кем не говоришь в Верховной Раде, да нет, не будет, но тем не менее к ним начали готовиться. А если идея овладевает массами украинских политиков, то она становится материальной силой. И вы же прекрасно понимаете, что свойство политической машины таково, если в нее уже начинают вкладывать, она набирает обороты, и потихоньку из гипотетического предположения возможности выборов это переходит в раздел политической реальности. Причем, как мне кажется, что все может произойти достаточно неожиданно, ну как говорится, без объявления войны. Отправят всех на выборы. Такой вариант тоже не исключен, но пока у меня остается ощущение того, что Порошенко, озабоченный более всего собственным политическим выживанием, ну пока он не имеет четкой определенной стратегии, как ему быть и что делать. В стратегической семерке Аваков, Турчинова, очевидно, ставят на политическую реформу. Луценко, возможно, хотел бы возглавить политический проект, но даже в таком вопросе, а кого готовить в спарринг-партнера, удобного спарринг-партнера, ведь скоро может статься так, что и тому же Бакарчуку Петр Алексеевич, он будет способен проиграть любому, кто выйдет с ним во второй тур. Но, если исходить из реалии, мне кажется, что одну линию, допустим, в команде банковой олицетворяют те, кто настаивает на том, что надо максимально разогреть, раскачать АПО-блок и готовить в качестве спарринг-партнера довольно нехаризматичного бойка. И торжественно, с учетом того, что президент делает ставку на уропатриотическую риторику, на то, что нам открыли двери в Европу, победа будущего над прошлым. Однако, в реальности все на самом деле выглядит куда прозаичнее. Основным соперником Петра Порошенко, судя по электральным рейтингам, последние данные, которые видим от группы рейтинг, является Юлия Тимошенко. И, в отличие от ситуации прошлого года, она уже выигрывает у него во втором туре. То есть, если раньше антирейтинг Тимошенко тянул ее назад, и Порошенко, пусть небольшим перевесом, обходил ее во втором туре, то сейчас ситуация изменилась. И вот этот тренд того, что уже Юлию Владимировну требуют посадить, обвиняют в государственной измене и так далее, говорит о том, что говорит о тех умонастроениях. Это повторение ошибок Януковича, который вместо того, чтобы превратить Юлию Владимировну в такое себе более продвинутое подобие Натальи Ветренко, он решил ее посадить с перепугу. И тем самым, вот этот шаг оказался для него роковым. Не только здесь, но и за пределами Украины увидели то, что Янукович боится. То есть, а если боится, ну почему, не грех его попугать. По-моему, пугают и Петра Алексеевича. Вот запугивая его всевозможными радикалами, заговорами, его загоняют в тоннель радикальных решений и представляют Европу в виде такого неадекватного диктатора, которого пора менять. Вот, знаете, есть такой отравленный поцелуй. Вроде бы, когда единомышленники и политические партнеры, но все делают так, чтобы приблизить политическую кончину. Но Петр Алексеевич, в отличие от Януковича, он человек, скажем так, куда более верткий и гибкий. Ну, действительно, это в классическом виде продукт лихих 90-х. И, мне кажется, он еще не все показал, на что он способен. А, по моему определению, Порошенко способен на очень многое в борьбе за власть. Это хорошо или плохо звучит? Плохо. В данной ситуации плохо. И он готов будет зайти гораздо дальше. Януковича, если встанет вопрос, а вопрос может стать достаточно жестко. Поскольку у тех, кто придет на смену, он прекрасно понимает, что никакого иного ресурса, кроме тотальной посадки попередников, уже не останется. То есть, нечего приватизировать. Ну, я думаю, к этому моменту будет запущен вот этот распродаж сельхозземли. Брать будет нечего. А ресурс какой-то нужен. Ресурс, на основе которого будет формироваться легитимность новой власти. Вот, мне кажется, он прекрасно это понимает. И так просто не сдастся.